И немножко общей информации для тех, кто будет смотреть эту штуку в записи. Итак, у нас сейчас будет финал World Cyber Games 2009. Миллиард китайцев, которые будут тоже смотреть эту игру. Инфи против Флая комментирует Дмитрий Костин и Михаил Мерчук. Вот. Не знаю, в какой последовательности нам показывают Флая, довольного. Но корейцы сейчас будут вообще... Ой, китайцы будут вообще отрываться. Кси-кси Крис зовут Инфи, я знаю точно. Наизусть. Вот ты меня подними в 12 часов ночи, лучше в 4 утра. И спроси, Инфи, я скажу Кси-кси Крис. Вот. Да точно правильно, пошла заставочка. Только что был финал по Старкрафту, играли два корейца. Зал весь был переполнен китайцами. Сейчас играют двое китайцев. Я боюсь предположить, что там творится на сцене. Переполнен, ебось. И крики, и крики. Просто сумасшедшие крики должны быть. Что они кричат? Что за вопросы, Сеня? Откуда я знаю? Я не знаю. Так, и самое интересное, что у нас... Что комментирует игру и Хэппи. Правда, к сожалению, в финале андейдов нет. Хэппи был, насколько я помню, вообще единственным андейдом, который пробился в плей-оффе. В общем, 16. Ну, что думаешь об игре предстоящей? Ну, я думаю, Флай выиграет 2-0. Почему? Ну, потому что Флай 2 последних турнира взял, и Флай вообще, в общем, сильнее игрок. Я думаю, что все игры не продлятся, там... Обе игры, как бы, в общем, за чуть-чуть 30 минут будут. Мое личное мнение. Хотя, может быть, там инфи его застроит. Вэри Бигман тоже утверждает, что инфи выиграет. Ну, наверное, потому что он хуман. А, карты такие. А, какие карты, кстати? Эхо! МК Грифоны подсказывает на Апс. Ух ты! Какие у инфи Грифоны? Он сейчас гонять паладин. Пусть. Ладно, игра начала. Паладин, целый паладин с Грифонами тоже. Так, у нас от Эхо Айлз. Справа респаунился Флай, слева инфи. Флай будет играть в Блэйда. Пойдет крип сначала эту зеленую точку за этим, а потом возьмет, купит, небось, еще клыки и пойдет Хараст Хуман. Хотя, может быть, он прокрипит зеленых налов внизу, чтобы получить второй лавак, а потом уже пойдет вниз в магазин за клеткой. Так, в принципе, ничего такого не происходит у инфи. Странная застройка с открытой базой, что он не может поставить ферму. Ну, в смысле, между бараком. Барак плохо поставил. Он ее ставит тем же рабом, который ферма в первую ставит. Я говорю, там места нет между бараком и мейном. Спор идет, сверху поставят. Или вот здесь, или вот здесь. Это глупо, по-моему. Да, споры такие. Беда в том, что тебя не слышно. Вот в чем беда. Да, блин, ну, зрителям надо объяснить. Причем здесь гастоп? Свит гостоп. Это типа мега олдскул, которого нет. А при чем здесь андеты? Причем здесь, да, действительно. Впечатляет, конечно, количество зрителей. По головам тут сложно посчитать. Но вообще, как я и думал, Блэйд Ма... С терпи с него нельзя. Здесь... С одним Боросом будет играть. Почему? Это чтобы побыстрее теч сделать. И, возможно, Виверный или Масрайдер. И Флай так всегда играет против. Ну, так вот. Он сейчас второй ловок получит с него с Блэйдом. Пойдет на экспант. Куману. Ну, смотри, у него второго Бороса нету. И магазина тоже нет. Он побыстрее хочет затечиться. Ну, не знаю. Вот так вот. Сейчас увидим. Он против Револьвера также играл. А Револьвера он одурил. Короче, с Фаервордом первым пошел и застроил. А у того один Борос только. Так. Флай вообще пошел сразу харасить. А Инфи, видимо, идет на магазин. Я, правда, не уверен. Сейчас ТП не продает. Идет на магазин. Покупает поеста. Крепит все стандартно вроде бы. Хотя Флай сейчас может побежать с Блэйдом и украсть там, не знаю, пару крип. Айтем он не украдет. Хотя сейчас еще проплет как-нибудь. Лоу, 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 лоу. Что за девайс, интересно, выпал? Сапоги. Сапоги. Уже сразу такой хороший плюс. Первый пошел. Оп. 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 Сейчас болт будет. Вот это зря. Получил дамагу прилично. Второй пошел. Третий не пойдет, я думаю. Ой, у Малтон Кинга как мало жизни его забашил. Не так мало. Да не так мало. Более-менее. Ой, сейчас МК... Минус жестностных троллей. Хопа. Сейчас МК сдохнет. МК сдохнет. Есть ивент волк, есть. Что за лол? То есть МК понял, что он оттуда не уйдет? Блин. Они договорились с ним. Сейчас закрыли. Это, наверное, три минуты где-то. Или даже меньше. Какие три минуты? Пять минут. Как? Пять минут? Пять минут. Нет, это три минуты. Пять минут это нейтральный герой выходит. Сначала не игры, это сначала записи. В пять минут выходит второй герой. Что ты боишься, пять минут второй герой? Спорим? Героят делается две с половиной минуты. Ребята, я сейчас денег подниму. Вы хотите поспорить, что в пять минут выходит нейтральный герой из таверны? Что такое? Не надо так делать. Ну ладно. Если хочешь, можем поспорить. Я уверен в этом. Жалко, конечно, что первая игра закончилась с таверны. Ну все, говорю, флай выиграет, а вторая игра так же быстрая. Лол. Двести процентов. Флай двести процентов, да, не сто процентов. А вторая карта будет... Костная игра получилась, да? Очень классная. Тебя не слышно. Пауза между играми будет больше, чем сама игра. Опа. Сейчас револьвер звонит. Секунду. Секундочку, друзья. Мы что, пишем? Нет, подожди. Да, револьвер, слышу тебя. Мы вперед вырвались. Не слышу тебя. Еще раз, скажи, пожалуйста. Вы вперед вырвались на 10 секунд где-то. А, ну ясно. Понял. Хорошо. Я остановил на... Как раз где-то 10 секунд. Поехали. Что у тебя... Сейчас попробуем синхронизировать. Сейчас проверим. Пока сцену показывают... То есть зал показывают в данный момент. Флай имба. Табличка появилась только что. Тяж 3-0 на заднем фоне. Я не видел таблички Фаимба. Новая табличка. Спасибо, ВЦГ. Мэтфро, гоу, стоп. Сейчас, подожди. И полетел дракон. Заставка ВЦГ. Сейчас увидел Флайя. Так. Но это... Ты все равно впереди. Еще паузы. Я остановлю. Скажу когда. Сейчас, сейчас, сейчас. Дам, дам. Подожди. Все, кубок. Я на кубке запаузил. Там кубок показывают. И смена плана резкая. Так. Кубок, хорошо. Ну? Нет кубка. Я. Запалкиваю на кубке. Вот как только он появился. Плей, делай, плей. Вперед. Давай, поехали. Мелькают лица на заднем фоне. Да, да, да. Сейчас как... Ну, в общем, смотрим. Сейчас мы будем. Экса показали мельком грабе. Грабе показали. Да. И полетел дракон. Все. Сейчас будет надпись. World Cyber Games 2009. Да, да, да. Все хорошо. И все. Samsung. Отлично. Я передаю микрофон. Ладно. Не передаю микрофон. Показывают снова зал. Жалко, конечно, что... Ну, в записи будет все нормально. Это рассинхрон был для тех, кто смотрел прямую трансляцию. А в записи будет просто нелепая. Там прям руки в камеру попадают. Ладно, я тогда отключаю Рева, да? Ты пиши в скайпе, если что, вдруг. Там лучше, наверное, стр... Сколько народу? Там такая гора прям. Они на плечах у друг у друга стоят. Вот просто так. И выстроились в гору. Огромные. Да, в натуре. Запусти тогда трансляцию. Окей? И там, если... Или просто чат. Вот. Сейчас будет карта Dartle Rock. Ну, все, я отключаю тогда тебя. Давай. Хорошо, давай. Так, ну что ж, нас ждет вторая игра. Действительно, пауза между... Пауза между играми была больше, чем сама... Сама первая игра. Жалко, конечно, что она прошла так быстро. Хотелось зрелища, как в Старкрафте. В Старкрафте, конечно, просто мега матчи. Если не смотрели, обязательно посмотрите. Комментирует Брюс. Что? Какой Брюс? Я про Старкрафт говорю. Про финал, который комментировал Брюс. Ну что, вот, после этой заставочки практически не будет никакой паузы. И мы начнем смотреть вторую игру на карте Dartle Rock. Не факт. Это дефалтная схема. Не факт. Спорим? Без споров. Ну смотри, его видишь. Это тоже дефалт. Это тоже дефалт. Какой ты упрямый. Дело в том, что я стрим смотрю уже второй, третий день. И они перед каждой игрой делают такую схему. Ну ладно, неважно. В любом случае победит Китай. Варкрафте. Я надеялся, что в Ту-3 будет и арка. Да. Ну такая сетка получилась, что и Граби вылетел, и Ху вылетел в одной... Они же в одной части. А в Ху куда ему в Ту-3? В Граби, да. Еще бы Люцифрону сюда кинуть. А в Ху какой ему Ту-3? Ты что? Хорошо. А какая вторая карта? Тартл-Рок. А ты видишь, что значит получается? Без понятия. Смотрим. Ну, Испы не ближние, тут арку не страшно, но Флай пойдет в Форсира 100%. Флай 100% пойдет в Форсира 100%. То, что он дальше делать будет, я не знаю. Посмотрим. Пока начало, тут спрашивает Кав, почему инфи проиграл в первой игре. Объясните, что конкретно произошло. Ну, к нему пришел Блэйдмастер, убил у него, добил много-много... Там, двух футменов, двух рабочих, что-то еще... А, Нейтралов подобивал, не главного, а там двух кобальдов. И подэмиджил МК. Таким образом, что... А, и убил Женец Алисных Троллей. У МК было порядка 150 хп, и, видимо, он понял, что Блэйдмастер его в любом случае убьет. Ты до сих пор думаешь, что инфи выиграет? Наб все еще уверен, что выиграет инфи. Он уверен, кивает. А что это за глупая застройка, если можно между фермами поставить эту вышку? Не лучше ли я? Вот не знаю. Он ее поставит все равно где-нибудь вот здесь вот там, не знаю. Спасибо, Миша, да не за что. О, переводи скорее хэпи. Что? Я не говорю по-китайски. Ты же практически живешь уже в Китае. Как живу? Я здесь всего-то и террас. Еще останешься, потом снова вернешься. Не факт, может быть, я улечу? Я же тебе говорил. Да, с билетами беда. Но это не так важно. А, форсируйте, смотри-ка. Это не так важно? А как еще? Да, это очень важно. Ну, а как я без билетов? Если у меня не будет их к вечеру, я улечу домой. Ясно. Вот это что за разведка была? Я думал, сейчас пойдет на этих, на чей-пак. Промахнулся слегка. Больные китайцы сразу уже активизировались. Оу. У меня сообщение. Так, документируй, комментируй. А, спасибо, спасибо. В то время, пока форсируй крипит зеленую точку, хумен забирает с пауэркриппингом оранжевую. По привычке вплотную подходит к бамбру. Да, что же ему упадает? Кольцо упадает. Ну, думаю, ничего там хорошего нет. Что там форсируй делает? Интересно. Ну, что они вот показывают? Неинтересные моменты. Ну, прокрипил он, молодец, да. Что флай делает? Флай скрипил этих. Одну зеленую точку. Черепах сейчас вторую крипит. Второй получит лейвак. И пойдет, небось, к хумену на базу. Я вот не знаю, у хумена там есть уже вышка или нет. Но все равно флай будет пытаться пионов порезать, чтобы его не сдавал раш или там, тем более, и еще что-нибудь. А покажите базу нам, покажите базу. Хуман идет, не делает непонятно что, но ему, походу, нужен третий лейвак, чтобы там со вторыми лейвами там пойти на базу и флай в жизни испортить. Флай поздний магазин. Флай идет на непонятно куда идет. Непонятно, что он делает, я не знаю. Инфи. Инфи хочет третий лейвак получить очень сильно. Поэтому он крипится. Но как-то неудачно, слишком быстро. Сейчас лейвак подохнет. Флай тоже крипится. Или ищет, скорее всего, Инфи, а найти не может. Что там выпадает, тоже не видно. Да, плашка мешает, к сожалению, китайская. Но в любом случае мы увидим. Но он получил лайт, а мы пошел куда-то непонятно. Сапоги сейчас будут куплены, скорее всего. И можно зажать Архмага, зажать, зажать, зажать. Зажмет. А у него хайт. А надо просветку выкупать. А он выкупил просветку. Ай, молодец. Оп, разбудил. Минус волки. Ну так он сейчас сам заблочил. Он сейчас сам заблочил. Он тебе не выйдет, когда минус волки будут, скорее всего. Хотя не факт. Они могут вернуться на свою позицию. Да, могут. Добил волка, да? А, можно было. Он не выйдет, он не выйдет уже, только... Купил сапожки. Но ему нужен портал... Нужен ТП. Он не выйдет так. Я говорю, это на этот... У этих кейпов поведение дебильное какое-то. Так, у него три бары, все вроде нормально. А Инфини собирается с того, что у него нет Ламбар Мила. Сейчас будет персональный... Да, что он делает, если Левчику персоналку? А, он... Томов Эксп может... Может быть, да. Хорошая позиция. Это будет такой лаг. Он возьмет там тогда сразу этого Беста и пойдет. Хотя я не уверен, если Беста против. Ну, надо подходить уже бы... А, ну тут Томов Агилити... А в это время четыре футмена развлекали там... О, и вышел еще из окружения. Оригинально. Сумел из не совсем стандартной ситуации выйти. У Форсира все еще второй левел. А, ФС перекупил персональный телепорт. Вот почему Архмаг, возможно, сам не купил персоналку. Не хотел тратить обычный, а персональный выкупил ФС. Светок регенерации сейчас будет. Форсирка приходит на мейн, а тут магическая вышка. Да, ничего сделать не может. Ну, Флайпка проигрывает. Но ему нужно крипться, крипться. А он пытается Хумана развести. Хуман сейчас, видимо, эту точку прокрипит. Хотя не факт. Сносит магазин. Без магазина бы якеров не будет. Вот, он инфо в это время идет на базу. Карку, сейчас буду тут ему сносить все барусы. Хотя я не уверен, если у него это получится. Особенно, если дефенда нету на хоу, на этих, на футманов. Персональный телепорт делает Форсир, вызывает волков. Готов, типа, поддерживать. Но гранты, кстати, еще на полпути к базе. И Флай не хочет сражаться, учитывая то, что у него всего два героя. Ну, пара волков, это понятно. И всего один грант. А с другой стороны, здесь четыре футмена. Свиньи, элементаль, хотя и первого левела, но все-таки он есть. Попытка убить Бороу, кажется, не увенчается успехом, потому что падает. Нет, успеет! Чайник, вейв! Но Бороу умирает. А, он все равно был четвертым на 50 лимита. То есть, особо не пострадает от этого орк. Ну, конечно, неприятно. С другой стороны, потратил телепорт Хуман. Кстати, у него, кажется, глухая застройка, и он застрял на базе. Придется еще немного порубить лес. Нормально все у Хумана там. Для того, чтобы выйти с базы. Ну, зато арканки у него есть. Прист вышел. Пара сорочек, сейчас будет первые два приста. Ну, орк не знает, что у него есть где-то минута времени. Была минута. Сейчас уже половина где-то минуты. На то, чтобы что-то предпринять. А он просто бежит к Хуману на мейн. Видимо, предполагает, что Хуман после телепорта сразу пошел, скажем, на магазин. Крепится. И сейчас орк, придя на мейн за разводом, ну, то есть, чтобы заставить Хумана вернуться на базу, он просто увидит, что Хуман здесь. И... Хотя тут такая ситуация, что скорее магазин вначале умрет, чем армия Хумана выйдет. Вейв. Сорочка в сетке. Минус сорка. А тут Флайва прессует, конечно, по-жёсткому. Хотя я бы на его месте крепился. Ему нужно крепиться. Просто сейчас он подкопит немножко кастеров, и Флайву плохо очень будет, я думаю. Хотя без магазина объекеров не будет, поэтому... Всё, не так плохо. Наконец-то появилась возможность выйти из базы. Но магазин минус. Будет сражаться, что ли? Да. А тут менты. Да, спиды и отступаем. Решил, что всё-таки не стоит бороться, да и правильно решил. Кстати, наушники Razer. А спонсор ВСГ Стелсерис. Такой вот казус. Рейдера вполне вероятно, что удастся отжать... Нет, второй скролл спид, и Рейдер спасается. Его сразу же замазывают. Орка 49 лимита у Хумана, 42, судя по... Могу ошибаться, но по пикселям кажется так. И Хуман, смотрите, как сразу начинает крепить черепах. Архмад после этой точки станет третьим. Так, ну тут... Тут, а тут, а что у нас здесь? Здесь Хуман крепится, в общем. Флай, показывает, что Флай, походу, скрепил больших черепах. Сейчас скрепит магазин. Выпадает неплохой айтем. Хуман тоже идет крепить магазин. Флай сейчас пендант выпадет, небось. Нет, кольцо выпало. Получает второй лывак. И сразу на красную точку собирается идти. Да, и красную точку. Это ясковано, кстати. Хотя... Волков посылает на разведку, разводит, кажется. Так, инфи получил пендант маны. Так, Флай закрепил, получил так себе девайс. Все нормально, Жень. В другом ухе просто его слышно. Это их проблемы. Хотя бы я там отхилился. Но... А, сейчас отхилился только. Так, и получает третий лывак. Все у него прекрасно. Инфи, правда, что-то тормозит. Он еще больше крипится. Хотя у него, по-моему, уже 3-3. Он там крипит черепах. Небось, инвул получил. Я, правда, не уверен. Так, получил ману. Сам сейчас идет в красную точку. И что-то он тормозит. Ему надо дыраться сейчас. А то Флай прокрепится лучше. Армию, как минимум, одинаково сделает. И у маны будет очень нехорошо. Здесь куча маны у арка. Два бутылька маны на каждом герое. По бутыльку. Без спаулбрекеров здесь очень сложно будет сражаться. Да. Он первый спаулбрекер. Я только вышел, потому что мага сносили. Инфи зачем-то взял мишку. У этого. У беста. Так, выпадает экстом. И андетская аура, походу, я не заметил. А, не-не-не. Боевые барабаны выпадают. Неплохо тоже. Так. Но с такой стороны, что инфи играет. Нужно именно атаковать на 50 лимите. А он что-то крипится, крипится. Флайдуется, крипится. Флайд уже, по-моему, за лимит вышел, да? Да, у него 56. Да, у него сейчас 100 команды. Ой-ой-ой, смотри, еще бутыльок больше выполнил. Да, здесь 100 команды, что ли? Инфи будет вообще, жесть как тяжело. Да, кстати, они сражаются за кубок. Они не сражаются за кубок. Это на всех в ЦГ этот кубок. Они за медаль сражают. И за медаль. Только за медаль. Кубок получает команда-победитель. А, команда, ну... А, хотя, скорее всего, это самое. Корейцы выиграют опять, да? К сожалению. Ну, Флайд опять магазин снес. О, второй медведь. Отлично. Злой медведь пришел на базу. Инфи за таверками, как обычно, сидит. Таверком сделал грейд. Хотя, не совсем понятно, зачем пока он нужен. Ну, инфи не вышел за лимит пока что-то. А, ну тогда правильно надо посидеть. Медведь, кстати, неплохо разбирает рабочих, отвешивает баши, заставляет их... Ничего пока не заставляет. Но... Опа, на-ка еще. Еще чуть-чуть поконтролить, и можно сделать минус 3 раба. Вот этого, да, минус... У него там бэш почти 50%. 40% бэш, по-моему. 25, если мне не изменяет память. Но могу ошибаться. Мощный у него, короче, постоянно на ночь. Опа, невидимый медведь. Еще один, да, жесть. Ну все, он запорит экономику, потому что... Ну а что, его... Ну тут флайв тяжело. И Близзард переучился. Второй Близзард у него. Оригинальная страта, кстати. Ага, массовышки. Опа, невидимый медведь из ниоткуда. Так, хопа, привет. Минус 1, минус 2. Считаем рабочих. Минус 3, минус 4 будет. Ооо, давай. О, лапой тебе, лапкой, на-ка. Вот это вообще... О, два баша подряд. Баша-то в шоке. Ти баша, по-моему, было. И невидимая свинья. Первая лавала, не страшная. А, подожди, я второго левела. Флай не знает, что делать. Флайка инпится. Инфи на басе идет. Я правда не знаю, сколько у инфи сейчас голды, надо посмотреть. Флай, что ли? Он, он что уже, вернулся опять на 50 лимита? Это, кажется, медведь. Это 50 лимита инфи. 700 голды у него. Еще минус 1. Да, 700-то мало. Здесь сколько у Флая? У Флая беда вообще. Да, Флая тут. Базу Сумона уничтожает. Какая имба? Ой-ой-ой, поймал. Надо телепорт отсюда делать. Зачем сражаться здесь? Зачем сражаться? Уходи. Здесь лимита у тебя меньше, друг. Зачем так за? Сейчас еще вейв пройдет и с чайником, если успеет. Не пройдет. Чайник пройдет. А, нет, не успел. Вейв не прошел бы, в любом случае. Там кулдаун 70 секунд, по-моему. Ну, у Флая здесь беда, конечно. Его разводят с Сумонами. Ай-яй-яй. Плюс ты построил, тебя уничтожает. Понял свою ошибку, видимо. Магазин есть. Все нормально. И снова, не видевая, свинья побежала. Кто урен за... А, это... Ух, я уже думал, он вул сделал. Четвертый. Другой и четвертый, да, нормально. Надо оставлять пару спиритволкеров на базе, чтобы это закондрить. Все, они и медведи быстро убьют, и и свиньи могут задиспелить. Только так, по-другому сложно. Опа! А тут мы выходим на базу. Опять таверки. Форсир боится уходить с базы. Убивает свинья одного раба. Первый валки, значит, второй чайник. Да, но он... Интересно. Второй вейв, второй чайник, видимо, хотел кастеров быстрее вырубать. А тут... Скоро... ПЦ получит пятый такими темпами. Очень много болельщиков. Правда, непонятно, за кого они болеют. Все свои. Две башни у... Да, просто так. Потом экспант ставить будет. Подерется, небось, экспант, я не уверен. Тут вот следит футманом невидимым за флайем. Рунные браслеты выпали. Плюс деньги. Это уже четвертый сплейн и лывак. А там еще кто-то прошел на базу. А, медведь. Свои медведи. Медведи и свиньи. Он еще рейдера побил. Половину хп у него здесь. Да, вот повторяет один и тот же прием. Проходит. Опа, а здесь неожиданный экспант в правом верхнем углу. Кстати, может проверить сейчас. Туда пойдет инфи, небось. С другой стороны... Два герои ниже. Да, сейчас увидят экспант. Сейчас будет телепорт. Два герои, четыре сплейн и лывака. У флайя 3.8 где-то герой. Масс вышек. Просто масс вышек. Да. И все довольны, все хлопают. Да, да, молодец. Телепорт на телепорт. Никто не умер, все нормально. Но тут пока игра на равных все равно идет. Дальше считать то, что инфи поставят вышки, тут их вейвы можно снести в принципе сейчас. Потому что у инфи нету армии, как таковой у него, блякеров-то нет. Треться нечем. Постоянно на базе у... Она сейчас подохнет. У флая все горит. Всегда все горит. Всегда у рабочих паника. Вот что делать? Инфи сейчас навязывает свою игру. У него сейчас будет еще одна точка для Хараса. Туда он будет посылать, соответственно... А здесь не наломишься, какая разница, что... Давай, нападай. Вариант... Мужки имба. Ой-ой-ой, там рабочих подрезали немного. Мужки имба. Да, да. А что, нет? Конечно имба, конечно. А что, нет? Что, что? Сейчас Димага будет спорить с Хэппи. Так, а в это время харасит футмен рабочих. Здесь тоже вышки. Опять сносит магазин. Да. Так, 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 так. Сносит базу. Но здесь ему немного светит. Флай долго фигней страдал. Ой-ой-ой, заходит еще, чтобы убить магическую вышку, но там попадают по две гвардовские. Все плохо. Рейдеры красные, маны у Таурена нет. В это время убивают рабов. У него поушен есть. Поушен, да, но не хочется просто битву начинать с поушена. А что там на ХП интересного флая? На ХП футмен народует. Рейдера можно убить. Один удар бестмастера можно было сделать. Да, вот так вот. Опа, за парк. Две свиньи, медведь, тут все. Это уже ГГ. Это уже ГГ. Да. Экономика просто подорвана. В это время не удивлюсь, что уже новая свинья и новый медведь бегут на мейн. Возможно. Сейчас посмотрим на миникарту. Не идет. Ничего не идет. Инфи закупает свитки сейчас у магазина. Так, а кстати еще слева не закрепили. Слева еще и черепахи остались, и оранжевая точка осталась, и нычка. Ну тоже оранжевая точка как бы. То есть здесь можно поднять неплохой левел. То есть пятый бест может быть пятый бест. Хуман даже орка по криппингу обогнал. Сейчас обгонит точнее. То есть тут почти четыре почти... Ооо, сейчас скоро будет третий медведь. Нападай. У третьего медведя появится блинк. Вообще непонятно, как медведь может блинковаться вообще чисто физически. Ну мало ли, магически. Там какой-то этот... Волшебный Миша. Спитбир. Дух медведя. Мишка Гами. Ну тут сейчас будет 5-5. Да, да. И пошли снова свиньи. Сначала кастуют Френзи. Сейчас будет третий медведь. Хотя скорее всего третий кабанчик, мне кажется. Не-не-не. Рабочих-то вообще Мишкой лучше. 1200 хп. Миша просто смели уроном под 50. Будет... Моему сейчас базу сметут. Да тут башни все равно. А, не так много, кстати. А, вот именно. АТП внутри базы и с Близзардом заливать. И все, давай нападай. Ой, Таурен, Таурен, можно зажать. Вот Таурен, АТП. И ИНВУЛ. Да. Нет, Таурен у него нет вроде. У Форсера Таурен. И ИНВУЛа у него тоже нет. Ой-ой-ой, там такая куча, можно вывы покидать. Хотя... А, смысл? Там поезды стоят? Плюс у него эти, у него свинки. Нечего убивать, там эти стоит, этот стоит. Ну тут все, Таурен. И пошел Близзард. Таурен делает. Орк. Тут ГГ уже. Да это понятно. Сколько там у Флая лимиты? Не видно. Ооо, и пинты, короче, за 70 лимитов. Он даже ВИЧ-Доктора построил, чтобы Сентри Варды ставить. Сентри Вард поставил на Мэне. Но... Ну что? Да не спасет это нифига. Такие битые, рабочие. Неужели к ним... Ой, кто-то идет к ним уже, смотри, точка по карте. Вот здесь вот, пиксель был. Да, походу. И сейчас будет снова, наверное, привет Большой Медвед. Да, вот он. Небольшой, я говорю, он третьего Кабанчика возьмет. Это разве не Большой Медведь? Нет, это 900 хп. А, 900, да, хп. А Кабанчик развалился. Ооо, вот эти Кабанчик пришел, у которого сплэш демейдж. Да. Быстро атакует. Сплэшем. Это еще без Френзи. Так, 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 сейчас будет... Опа! Меня окружили. Поймали Спирит Волкера. Какая-то не Спирит Волкера, а Вич Доктора. Ой, в смысле Вич Доктора, да. Пятый. Ну это уже, да, это уже... Третий Близзард. Тут ничего не сделать. И у него еще какие-то... Какая закупка вообще? Ну нет. У вас свитки, что ли, или что там? Тут все. Ну тогда это 1-1. Тут контрольная башня, тут карта, короче, вся закреплена. Больше никого не осталось. Свиньи уже от нечего делать, просто долбят. А, сейчас... Ну и инфи на базу к нему пойдет. Он обходит его специально. А, вот черепаки последние. Флайя 5-й ТС. С манной, с инволом, но это его не спасет. Брекеров убивать нечему. Нечем. Да, а Близзард как раз брекера, ну в смысле, будет заливать хорошо сверху всех. Да, ну тут все. Пошел Близзард на рабочих, но сзади под спидами врывается орк. Орк растянут, Хумана решает не рисковать. О, это развод развод. Решает не рисковать. Чайник можно сделать, третий... Ой, там чайник не успел войти. А все равно? У одного только юнита. Правда, не убил бы ничего, да, но все красное было бы. Ладно, что мы имеем? У орка... 1-1 мы имеем. Да, но в этой конкретной игре три базы против одной, и мейн скоро закончится. 400? Да, 450. 40 секунд осталось буквально. Чё-то холодно, жесть. С другой стороны, мейн у Хумана закончился раньше, это флешка. Раньше из-за Хараса как раз. Но зато у него сейчас две рабочие базы. Да, инфи как раз... Как раз разводит. Это его стиль. В любом случае надо... Так. Здесь последних рабочих добивает свинья. Добивает свинья последних рабочих. К ней возвращаются. Плай тенет игру, хотя неизвестно зачем, он знает, что уже не выиграет. Никак. Вообще, даже если инфи просто через атаку всё пошлёт, даже кастовать спелла не будет, он не выиграет. Но никак. Но не убьёт он брейкеров ничем. Нету даже грантов вообще никаких. Да. Только чайник с вейвом. Чайник с вейвом, да. Всех кастеров положит. Это да. Ну тут, конечно, инфи сейчас опять спорталится, будет его изводить. Ох, какой Близзард. Всё, заливается, рабочие дохнут. Жиденько хлопает на самом деле. Под спидами врывается орд. Сейчас портал будет. Ой-ой-ой. Да ему не нужно сражаться, конечно. Он лучше уйдёт. А хотя если позиция хорошая, позиция хорошая, сюда Близзард заливать. Да нет, нафиг. И вперёд. Нормально, смотри как. Опа, давай. Ещё Близзард туда же. Давай лей. Один из мейера, нет Близзарда. Оп. 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 Кастеры подохнут, это да, но... Ещё Близзард. А Таурен там умирает, кажется. Не, у него инвул. У него инвул был. Да, сейчас он заюзал его. И ТП делает Хуман. 51. Ужасный размен. О, убил героя, да. Кэссо убил, всё. Конец. Ги-ги, это 1-1. Ну вот, по сравнению с первой игрой, когда... А? Шаинфи выигрывает 2-1, говорит Набс, он... Ты смоёл игру? Где? После первой игры... Спасибо, убийца. Интриги. Первые игры, первые игры. Первые игры. Эээээ... Так. Да, сейчас мы кое-что исправим. Ну, вообще, хорошая новость для тех, кто слушает стрим, то, что комментарии будут гораздо лучше слышны в записи. То есть, когда мы выложим файл, будет все хорошо. А сейчас я даже не знаю, как это исправить. Это будет гораздо хуже. Да, слушают. Секунду. Сейчас, 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 сейчас. Ну, ладно, давай сделаем следующим образом. Ну, следующая карта будет ТМ. Наслышат? Сейчас. Да или нет? Подожди. Чего? И что? И что теперь? Передавать. Ну, как так? Так, значит, сейчас, да, все нормально, вижу, что слышно. Будем передавать друг другу микрофон, третья решающая игра. Надеюсь, если вдруг вы очень хотели громче слышать комментарии Happy, что не исключено, безусловно, дождитесь записи, она будет сегодня вечером, и там будет все как надо. Ну, и, соответственно, сейчас будут комментарии в третьей игры. Надеюсь, она будет тоже интересная и будет все слышно. Да, где будет куча тавров, все такое. Понятно. Офигеть, понятно. Ну, карта будет ТМ, я думаю, опять будет ФС, ТС со стороны Флая. Ну, инфи пойдет в стандарт, там, я не знаю, АМ и вторым будет БМ. Ну, а я думаю, на ТМ, если будет ближний ЕСП, этот, инфи пойдет застраивать. Хотя, все зависит от начала. Вначале, если, например, инфи пойдет к имптесерваторию, его флай хорошо прохарасит, я думаю, тут уже будет все решено. Ну, мы посмотрим, как все будет. Нас слышат? Итак, сейчас мы посмотрим третью игру. Огромное количество болельщиков. Кажется, это вообще последний матч на сегодня. То есть, все финалы уже прошли по всем дисциплинам. И Варкрафт вот под занавес. Инфи против Флая. Китайский финал. Болельщики счастливы. Ну, не знаю, что сказать. Все так и есть. Ждем игры. Ксик-сикрис. Что это значит? Это имя инфи. Это не его имя. Точно? У него другое инфи. Что-то там, Ксуэн Ванг. Типа... Может, это имя Флая? Нет. Флай тоже есть другое имя. Это бед какой-то написан. Может, это комментатор. Ладно, давайте. Ну да, комментатор. Сик-сикрис. Ближние диспы. Инфи пойдет кейпить обсерваторию. Почти на 100% уверен. Он алтарь ставит в другое место. Почему не ближе? Не знаю. Удобнее. Может быть, он пойдет кейпить меркамп. Но я не уверен. Скорее всего, он будет крепить оранжевую точку свою стандартную. Вряд ли. Пойдут захарасить. Он же пауэрбилдом делает. Ну и что? Успеет убить. Ну и что? Убьют пионов. Ему пионы нужны, потому что он так просто останется на Тир-1. И все. Вот сейчас ФС выйдет. Кто? ФС? Да, ФС. Эхо это из-за этого. Даже не знаю. Из-за скайпа. Эхо из-за скайпа. Так, ну вот тут все стандартно. Я, правда, не знаю, что сейчас инфи будет делать. Слишком быстрый герой. Ну, у арка все стандартно. Вот, я говорю, инфи пошел к кипте в серваторию. Это, наверное, специально, если флай будет разведывать, чтобы он не догадался об этом. Хотя не уверен. Может, просто для будущей застройки так сделал. Ну, сейчас стандартно крипит. Правда, мало, мало у него этих. Рабочих мало. Не закрипит. Не хватит рабочих. Почему-то я в этом уверен настолько. Все будет дико битое. Флай пошел крипиться, кстати. Свою оранжевую точку гналов. Инфи выпадает. Фигня какая-то. Ну, это, плюс 6 интеллигенции. И какой-то непонятный том. Флай, вроде бы, крипится нормально. Нифига там не теряет. Ну, крипится, крипится. И крипится. Скорее всего, Флай будет потом лагерь наемников. И с закупкой будет пытаться поджать экспанд. Есть такая стратегия у него? Я еще не знаю, если инфи пойдет экспанд ставить. Не уверен. Не думаю. Он, скорее, это не карта для экспанда против РК. Глаз оф хейст. В это время его армия пошли крипить эту зеленую точку, чтобы второй левак был. Как раз этот ФС будет рабов вылезать с помощью чайника и новых волков. Потому что там вышки нет, скорее всего. Что, 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 что это? Это не наш. Во, пошел точно так, как и ожидалось. Раз. Раз. Но одного убил слишком мало. Чайник просто... А, чайник второго убил. Двух рабов взял за чайник и за волков. Не очень хорошо. Инфига ибца мало по малому. Так, ФС тут делется, делется, делется. Но ничего особо сделать он здесь не сможет. Только, как бы, ну, не знаю, заставить его фигней пострадать. Так, у Флая на 50% быстрее тег. Поэтому Товер Раш там с кастерами ему особо не надо опасаться. Он и Т-эти получит, и ТС уже выйдет. А, непонятно, что делает с Архимагом. Все равно... А? Да. Почти Т-эти. А, Эм, сейчас еще Гранта окружит. Окружит, окружит. О, или убьет, убьет. Убьет, убьет. Но потеряет фута, но это все равно Т-эти. Лвак, это уже довольно-таки печально для Флая. Флай просто фигней страдает, а ему нужно вроде бы каипиться, я не уверен. Сейчас так будет отдавать Грантоп, то очень плохо кончится для Флая. Ну так, тут камень-то особо нечего. База не показывает, скучно. Да ладно, тут не особо. Да ладно, это... Так. Тут же не Блэйдмастер, правильно? Так, инфи взял айтем. Сейчас будет базу насиловать. Так, ну Флая тут не все очень хорошо. Отступает. Но у инфи поздний тэг, поэтому Флай не особо должен так беспокоиться. И вроде бы маны нет на кучу элемов, только вот один. Так, добивает футманса, но сейчас будет отменять ему лодж. Форсир не подохнет, это точно. Хотя... А-а-а! О-о-о. Так, ну тут... Колотит Буру, но правда непонятно зачем. Не потеряет его Флай. А, лучше, по-моему, отменил, я не уверен. Сейчас там строятся две Арканки. Наверное, строится МК, правда я не уверен. Может быть он Биста возьмет. Так, Флай тут получает кучу экспириенса. Архимаг бьет ФСа. Флай еще далек от этого ловака, получает ТС. Он сейчас пойдет кейпить магазин гоблинский, скорее всего. Тут только Арканки начались строиться. Второго нет героя, потому что возьмет БМа. Да, и мешать будет кейпиться. Это главное. Потому что у него есть преимущество по героям. Главное сейчас отвлекать Флая. Не получит до кастеров там третьего форсира хотя бы. Можно приходить и застраивать. Казнят футменов через вейв. Ну, футмен на самом деле это так, более-менее мясо. Их можно отдавать. Окружают свинью, окружают элементарь. Элементарь, вот это более существенно, потому что Таурен немного хотя бы получит экспы. Битый форсир. Ой-ой-ой, попробовал отжать Бесмастера, но... Нет, но он держит дистанцию, все нормально. Элементарь тоже уходит каким-то чудом на последних хитах. Ну, некому догонять было его. Таурен без ауры. Ну, и бегает он, соответственно, медленнее, чем ФС. Ну, практически так же, как элементарь, видимо. Здесь появляются уже первые кастеры. Пара престов. Делается с орка. Снова продолжается хора. С орк не может выйти для того, чтобы прокрепить Таурена. Из-за того, что к нему на базу сразу же приходят... Сразу же приходят два героя с сумонами. Сейчас можно попробовать зажать беста. Кидается сетка. Бестарий-то не был отменен, в отличие от Спирит Лоджа. И... опа! И он выходит! Как неаккуратно-то. Нужно было окружать. Нужно было. Ну, ничего, сейчас сетка через пару секунд появится новая. И бестмастер уже будет обречен. Так. Подошел. Окружил. Вызвал волков. Справа можно уйти. Нет. Все, телепорт делает Архмак. И... Возвращается на базу. Сейчас у Орка есть немного свободного времени для того, чтобы взять все-таки и закрепить магазин. Потому что без... Неужели он вернется к этим элементалям? Да, они сами развалятся. Это не столь важно. Да, он крепит магазин. Хуман в это время на базе лечится. И, судя по всему, собирается снова бежать к Орку. По крайней мере, какое-то перемещение. Вот слева сейчас от Орочи и Армии. Или это просто пиксели. Так, что там выпадает? Соби Маск. Отлично. Хороший. Хемпи идет вроде бы застраивать. Да, застраивать. Хемпи идет. С кастерами первыми. О-о-о-о. Сейчас уже решится. С моей стоп-флайв выпадет. Чем ему выпало, интересно? Соби Маска выпало. Это хорошо или плохо? Хорошо, скорее. Ну, не очень хорошо, но девайс как бы на перспективу. То есть постепенно откидывать там. Лучше, конечно, чтобы было какой-нибудь, я не знаю, в Империзм. Или там плюс 6 к Инте для дополнительного вейва. Вторые элементали очень хорошо держат. Дефенс. Форсир делает ТП. Нет. Судя по всему, это поражение. ФС делает телепорт. Ой-ой-ой. Спиды врубает. Понимает, что единственное, что он может сделать, это тыкнуть в коня. Такой есть ход. У коня нет ТП. Он его вейвит. Он его бьет чайником по голове. Окружает. Давай, давай, давай. Единственная возможность Флая выиграть, это убить коня. Он его лечит там. Да, и судя по всему, конь умрет. Конь умирает. Флай потеряет ТС. Теряет всю армию. И в итоге Инфе становится победителем. Да, получается. Как говорил Набс. Тут достроились уже башни, что делает. Еще более сложную эту ситуацию. Умирают Гранты. Флай расстроен. Пытаются что-то спасти. Как-то отхиляться. Отводит Форсира. Но здесь минус 2 Гранта. Форсира заслойла. Новая сорочка. Да, Пурш, конечно, здесь бы помог. Я уж грешным делом подумал, что может даже стрельнуть в нейтралов, чтобы они... А, Пурш на рейнджовых героев не делает, говорит Хэппи. Вот так вот. Оказывается. Тут убивают волка. Волки прикрывают отход ФСа. И рейдера под слоу. Два волка погибли. Выходит Таурен. Его встречает дружественным выстрелом. Ну, короче, башня. Рабочих 6 штук на шахте. Что тоже не есть гуд. У Форсира нет ТП. Сейчас, кстати, его просто можно... Чайник, вейв. Накидывается. Это последняя атака, друзья. Это уже амбразура. Здесь ничего не сделать. Спиды. Отступает. В это время грейдится. Башня, которая будет уже достреливать до мейна. А это очень-очень плохо. Достреливают до алтаря. Это прямой стрим? Это им без задержек? Ну, есть задержка у них где-то минуты на две. Ну, тогда уже, походу, все. Что-то, правда, не слышно. Да, не было сигнала, крика миллиарда китайцев. Очень быстро построили 7 рабочих лавку. Накидываются на бору кастеры. Орг должен сейчас нападать. Ну, иначе он потеряет. Ну, нечем, но, видишь, все равно пытается. Ему больше... Как он здесь нападать-то будет? На таварке все. Ну, вот он и пытается. Потому что если сейчас... Ну, убили бору, убили практически алтарь, и открылся доступ к рабочим. Что очень и очень плохо. Ну, вы сами все видите. Рабочие эвакуируются, забираются в борусы. Все, ну, фактически это уже победа. То есть не добывает мейн. Армии больше, герои больше. Тут... Идти их спан ставить. По-фан. Тут все уже... Ну, ничего здесь не сделают вообще. Никак. Таварки вот чистые. Их просто не избить ничем. Пытаются отвлечь внимание забегом типа на мейн, но я не удивлюсь, если у инфи там на базе будет 2 или 3 башни. Да. Минус 2 боруса. Зажали еще рейдера. Делается пиладж. Орг, он хочет наворовать напоследок. Здесь только одна магическая вышка. Это вообще инфи или нет? Странно, странно. Так, комментаторы корейские встали, а китайские сидят. Девушка очень эмоционально комментирует. Рейдеры получают бабло нереальное за убийство Аркану в Санктума. Убивают при 100. Левела получает Таурен. Он 3-го левела. Но здесь просто тупо минус мейн. Минус мейн. Что еще должно произойти, чтобы Флай понял, что это GG, написал, соответственно, и вышел? А он где-то нибудь баррел строит на карте, я не уверен, или что? Он просто не хочет сдавать. А, вон, вон. У него есть группа из 4 рабов, которые собираются построить новый город. Начать новую жизнь. Но, к сожалению, это последнее здание. Кажется, Орка нужно что-то делать сейчас. Построим, построим. Да, нужно строить, строить. Вот лавка, спасительная лавка. Ну все, он теперь выиграет. Да. А, инфе ставит экспант с кучей вышек. Да, его будет сложно. Причем экспант он ставит вообще экспресс-методом. 7 рабочих, также... 8 рабочих здесь. Они это сделают где-то секунд за 60, если не меньше. Быстрее даже. Да, ну, Орк крепится, он собирается здесь поставить эксп, кольцо регенерации. Да, и... Флай расстроился. Вот так вот. GG он написал, китайцы кричат. Нет, китайцы уже молчат, это мы кричим. Не слышно просто. Не, слышно здесь хорошо, когда... Ну вот, как их много. И в результате инфе после... Вот он, герой, после победы в полуфинале над... Хэппи, вот его обнимает, его поклонник. А Флай приходит девушка, говорит, ну все, теперь нам придется расстаться. Ты второй. Извини, конечно. Вот, а это чемпион. Он рад, позволил себе, наверное, первую улыбку за, блин, весь ВЦГ. Спасибо вам за внимание, друзья. Если вы приподключились недавно и хотите посмотреть все три игры, дождитесь, пожалуйста, записи. Они будут сегодня по Москве где-то часов в 7 вечера, в 7-8 вечера. Стоит посмотреть эти игры, тем более, что в первых двух играх есть комментарии Хэппи. И это радует. Сори за технические сложности. Это последний матч ВЦГ. На сайте еще будет появляться много материала. Там и интервью не выложили. Интервью с Хэппи, интервью с Бису. Вот это запись стрима. Интервью с Инфи. Будет еще инсайдерская инфа с пьяных вечеринок, скорее всего. С Джей Донгом. В общем, много интересного еще будет. На протяжении где-то еще недели будут появляться материалы, связанные с World Cyber Games. Для тех, кто... Ну ладно, я не знаю даже, что сказать. Пойду почитаю, наверное, чат. РД, РД неадекват. И Инфи... Ага, тут, ага, Инфи. Много ненавистников Инфи появилось после того, как он убил Хэппи. Да. Ну что ж, еще раз спасибо за внимание, друзья. В качестве резюме по поводу прошедшего ВЦГ были, конечно, сложности. Но на самом деле материалов с ВЦГ, как вы видите, гораздо больше, чем с какого-либо другого мероприятия. То есть и почти тысяча фотографий в пяти разных галереях. Трансляции по КСу, Старкрафту, Варкрафту, немножко ФИФЕ. Масс видео, к сожалению, с основного сайта очень слабо тянулось видео из-за того, что там всего 100 мегабит. Но со второго резервного вроде как было получше скорость. Дневники, новости, обновление матчей, демки. Сегодня выложил пак в золотые полные по Варкрафту. Там только нет вот этих вот игр последних. Но я думаю, они появятся на Replace.net, а потом мы их возьмем оттуда. Вот. Ну, спасибо большое за то, что вы следили за мероприятием. Спасибо за то, что поддерживали наших ребят. Им реально... Они читали комменты, радовались. Ну и местами огорчались, когда встречали некоторые не очень приятные комменты. Но больше, конечно, было позитива. Спасибо от имени игроков, хочу вам сказать, за то, что вы болели. И всего хорошего. До новых встреч.